Привет друзья, меня зовут Илья Всем привет, я Ирина с каналом Бортгеймерша И мне даже не верится, что я вышла в финал 1 на 1 Ну что друзья, добрались мы с Иринкой до финала шоу 1 на 1 на канале Настолки Лайв Прям как подарочек под елку на новый год Но сегодня у нас будет необычный формат 5 вопросов вместо 7, чтобы было еще более напряженно, азартно и интересно У меня сегодня очень серьезный противник, это Илья Мурсеев И честно говоря, я за последние полгода совсем потеряла сноровку и не слежу за новинками Поэтому победа Илюхе обеспечена Давай приступим, погнали Какое количество свободных клеток для рисования на листе парка в игре Добро пожаловать в Динамир О, ну это легко Я помню, что в центре там находится 4 или 9 клеток, которых вроде бы нельзя рисовать Свободу динозаврам Клеток 15, наверное, да, по одной стороне периметра 8 клеток с одной стороны, 8 с другой 15 клеток по периметру? Или это было 15 клеток реально по краю? Так мы получаем 64 клетки Но в центре есть озерцо Это мне надо сейчас 15 на 15 умножить, да? Допустим, озерцо занимает 8 клеток И примерно 9 клеток, если в центре То мой ответ будет... Тогда 64 минус 8 это 56 56 свободных клеток там, где ты спросил 116 Правильный ответ 66 Получается... Черт! Блин, ну я ожидала, что там сильно побольше Значит, все-таки задание было на 15 клеток по периметру, да? Ну ладно Я неправильно посчитал Сторону парка Сколько рудников изображено на игровом поле Для пяти участников в игре Маленький мир? Это же топ-10 моих любимых игр! Ладно, это очень сложный вопрос для меня Несмотря на то, что это уже вторая игра, в которую я в целом Когда-то лет 7 назад играла Я не знаю Но там либо 4, либо 5 Либо 6 Но вспомнить что-то подобное очень тяжело Их вроде бы не должно быть много, потому что гномы в этой игре сос... Ой! Я помню, что там были жетоны гор, которые надо было выкладывать на поле И я знаю, что поле на пятерых содержит все-таки больше клеточек, на которых могут попадаться эти рудники С другой стороны, они одни из немногих, кто действуют в упадке А? Я бы тоже хотел действовать, когда буду в упадке Поэтому просто будет пальцем в небо цифра 7 Давай я отвечу 4 Правильный ответ 9 Ну, я же говорил, либо 4, либо 5 Надо было сказать 4 и 5 О, я была близка, смотри-ка Чуть-чуть надо было побольше 9 хорошая цифра Пофиг Какое количество верблюдов потребуется, чтобы проехать по всем дорогам в игре Марка Пола 2 на службе Хана? В Марка Пола 2 я не играла, первой Марка Пола я терпеть не могу, потому что сыграла один раз и это было очень... ну в общем больно для меня Я не играл в Марка Пола 2 Итак, ладно, будем ориентироваться на первый, вряд ли же второй сильно отличается Я почти не играл в Марка Пола 1 В первом у нас было много дорог Я играл только в Марка Пола от Райна Рокница и Равенсбургер, когда был молодым настольщиком Ну и, как по мне, это лучший Марка Пола, который существует вообще Там же были просто полосочки, по которым можно было перемещаться И за какие-то надо было доплачивать верблюдов И доплачивать вроде как нужно было двух верблюдов А в этой игре пусть ответ будет 16 Предположим... не знаю, пусть будет 20 Правильный ответ 38 Ну, умножить на 2 и прибавить 4 А 4 это квадратный корень из 16 И все сходится Я же сказала, это будет очень эпичная победа Дойти до финала и... слиться Сколько всего слонов изображено на всех картах в игре Кеклады? Сколько всего слонов изображено на всех картах в игре Кеклады? А там есть слоны? Но... подождите-ка В Кекладах нет слонов В Кекладах? Слоны? Чё, серьёзно? В Кекладах есть карты философов В Кекладах есть карты жрецов Лежат двумя стопочками И есть карты существ Просто... ну, Clash of Cultures я бы ещё понял Там слоны есть На картах существ у нас всякие мифические существа Слоны не мифические существа Не, там серьёзно, есть слоны? Это что? Это игровой элемент или что там? Это чудовище? Если мы говорим про базовую игру, то мой ответ ноль В Греции, слоны, вы чё? Ну, 78 Правильный ответ Ноль Я так и думал, что это вопрос-ловушка Есть! О, Господи, хотя бы два балла у меня будет Два же балла будет, да? Я думал, что слоны там, типа, как украшение, как кайма, карты Но я, типа, никогда не смотрел на эти узоры Есть два балла Да, 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 не в сухую, не в ноль проиграю Отлично Ты застал меня врасплох этим вопросом, Тимур Какое количество клеток занимают суммарно все здания достижения, получаемые с треков в игре эпохи? То есть надо было мне всё-таки пересмотреть предыдущий, да, один на один Где хотя бы я могла бы узнать, как много там зданий Давайте представим, что в среднем одно здание занимает, ну, скажем Я вот не знаю, пять или четыре клетки в среднем Ну, пусть пять Там есть замысловатые формы тоже У меня в голове есть красивые цифры 19, и предположим, что 19 зданий в эпохах реально есть И умножим это число на количество треков Может быть их реально 9, а не 19, и я сейчас себя закопаю просто Это 4, по-моему, на каждом треке можно получить только одно здание Если одно, то тогда это 20 клеток Ну, допустим, что некоторые из них максимум на 5 клеток И в среднем у нас получается где-то 3 Но зданий, я помню, что гораздо больше, чем 4 в этой игре Может быть 6 Давай я отвечу 30 клеток И давай я отвечу 32 клетки Правильный ответ 80 Чего? Ну, почти Это как если бы 30 плюс 30, и если бы ещё плюс 20 То есть мой первый вариант, вот получилось бы 80 Так что я считаю, я отвечал достаточно близко все эти разы Как это возможно? Подожди, хорошо, если их... А, это я так 19 на 3 умножила, да? Что ж, я болел за Ирину, и я очень рад, что она победила С Новым Годом тебя, Ирина, мой дорогой соперник С Новым Годом вас, дорогие зрители канала Настолки Лайф Поддерживайте любимый канал И большое спасибо, и с Новым Годом тебя, Тимур Новых тебе крутых проектов и сил для их воплощения в 2022 Это просто невозможно Единственная причина, по которой я могла выиграть Это то, что Илья мне поддавался И тогда ты, наверное, джентльмен или сексист Не знаю Но, тем не менее, ребята, если когда-то вам выдастся возможность Поучаствовать в любом квизе Или в любой викторине Или ещё в чём-то, что придумает Тимур с канала Настолки Лайф Обязательно соглашайтесь Я вам гарантирую, что вы получите от этого удовольствие А от меня спасибо большое И не забудьте поставить лайк этому видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!